Проблемы с транзитом российского газа станут темой номер один на переговорах премьер-министров России, Болгарии и Словакии. Сергей Станишев и Роберт Фицу прилетят сегодня в Москву, после чего отправятся в Киев, чтобы встретиться с главой украинского правительства Юлией Тимошенко. В странах Балканского полуострова ситуация критическая. Они почти полностью зависят от поставок российского газа и не имеют газохранилищ на своих территориях. Топливо заканчивается. Подобные проблемы вскоре могут начаться у Словакии. Убытки Болгарии по ее собственным оценкам уже превышают 50 миллионов евро. Сложные ситуации сейчас и в Молдавии. Там замерзают десятки сел и городов. В республике введен жесткий режим экономии. Олег Глухих расскажет подробнее. Балканские страны серьезно обеспокоены. Обещанный транзитный газ так и не начал поступать через территорию Украины. Ни у кого не остается сомнений, что виновной в создавшейся ситуации остается украинская сторона. Президент Румынии Троян Бесеску в телефонном разговоре с премьер-министром России Владимиром Путиным отметил, что разделяет позицию российской стороны об ответственности Украины за осуществление транзита потребителям в Европе. Италия имеет оставшихся запасов газа на три недели и потому вынуждена увеличить поставки топлива из других стран поставщиков. Алжира, Ливии, Норвегии, Голландии и Великобритании. При этом премьер-министр Италии Сильго Берлускони говорит, есть повод для беспокойства, но должен отметить, что вникая в суть дела, прекрасно понимая мотивы Газпрома. Европейские наблюдатели отмечают, Россия выполняет свои обязательства, но вся проблема не в снабжении, а в транзите газа через территорию Украины. По нашему мнению, это кризис транзита, и на это надо делать акцент. Мы уже обсуждали этот вопрос. Ситуация действительно очень серьезная. 35 лет Россия непрерывно поставляет газ в Европу, и этот вопрос не был никогда политизирован. Компании работали с компаниями. Как нам кажется, теперь вопрос вокруг поставок газа оказался связан с политикой, поэтому прийти к согласию стало сложнее. Я могу подтвердить, что Россия делает все по максимуму, несмотря на сложную ситуацию вокруг транзита. В Кишиневе ожидали возобновления поставок газа в полном объеме, и теперь удивлены тем минимумом, который получили. В опубликованном обращении говорится, правительство Молдавии приветствует возобновление подачи природного газа Российской Федерации и его транзит через территорию Украины. В то же время в документе указывается, что в Молдавию до сих пор поступает минимальное количество газа, необходимое для обеспечения бытовых потребителей и социальных учреждений. В тяжелом положении оказалась Болгария, куда транзитный газ шел через Молдавию. Президент республики Георгий Пырванов обратился к президенту Молдавии, Владимиру Воронину, с просьбой обеспечить беспрепятственное прохождение газа через территорию своей страны. Однако возобновить прокачку газа туда не удалось. После того, как ситуация в молдавской энергетике была уже критической, газа оставалась на несколько часов, президент Украины Виктор Ющенко пообещал предоставлять ежедневно полтора миллиона кубометров газа в сутки для Молдавии и два миллиона для Болгарии. Но возобновить газоснабжение Молдавии удалось лишь частично, и только по северному газопроводу, технические возможности которого ограничены. В результате десятки сел и городов Приднестровского региона и южных районов Молдавии в разгар зимы остались без отопления. В республике введен жесткий режим экономии. Части электростанции и теплоцентрали были переведены на мазут и уголь, сократили подачу тепла в жилые дома. В Тишиневе и других городах была отключена горячая вода. В связи с кризисной ситуацией в энергетике Молдавии школьные каникулы продлены до 15 января, а в Приднестровском регионе до 19 января. Али Глухих, Вести.